Всем привет! Мы в Охотника.нет незаслуженно обделяем внимание английскую компанию Air Arms, но сегодня мы это исправим. С 510 SL леворукая extrafuck. Максимальная мощность конкретного этой модели. Вот, но самое главное, посмотрите, какая она красивая. То есть она красивее, чем Вайраух гораздо. Здесь лазерная гравировка дерева. Очень, очень красивая. Ну, то есть видно, что дорогая. Хотя она, в принципе, далеко не самая дорогая винтовка, но смотрится просто шикарно. Фирменный манометр Air Arms. Очень читабельный. Циферки все видно. Настраиваемый спусковой крючок. У Air Arms вообще отдельный разговор про спусковые крючки. Они очень удобные. Короче, шик. Здесь у нас порт заправки. Тоже видели где-нибудь такой? Вот и я не видел. Заправим ее компрессором. Насосом мучиться не будем. Здесь заправочный порт закрытый с очень интересной системой. Таких штуцеров я еще не встречал нигде. Вот так он выглядел. Очень плотно входит. Вот. И здесь у нас на конце переходник по квик. У нас тут 150 атмосфер. Вот. И поехали. Минут за пять со 150 до 200. А резервуар здесь, я вам скажу, не маленький. Довольно быстро эти компрессоры заправляю в принтовку. Сейчас мы отделы все отсоединим. И заглушечку. Всего пять минут. Никаких лишних телодвижений. Портативные компрессоры в охотникам. Здесь у нас также находится вот такой вот винт. Здесь тоже резьба. Вот. Под нее уже модератор подбирается индивидуально. Можно по заглушке сделать такой же, который будет винчиваться. Либо который, соответственно, будет на поджимных винтах. непосредственно держаться на стволе. В комплекте у винтовки только один магазин. Дополнительно у нас также в охотниках продаются. Здесь есть открытый регулятор мощности. Вот. Мы видим меточки. И рисочку. С другой стороны, соответственно, есть барабанчик. Мы его можем повернуть и понизить или повысить мощность. Вот. Для чего это нужно? Ну, вот, например, я стреляю на даче. У меня там 35 метров участок. Мне не нужна высокая мощность. Мне нужно большое количество выстрелов. Я поставил ближе к минимальной и стреляю пулями 0,54. Мне хватает это порядка на 70-80 выстрелов. Мне совершенно максимальная мощность не нужна. Если вы охотитесь, если вы стреляете на расстояние около соточки, вот, конечно, вы можете выстрелить максимум и, соответственно, уже подобрать пули потяжелее, которые будут стабильно на высоких расстояниях работать и стрелять на своих 100 метров, а то и, в принципе, больше. Винтовка очень точная. Как мы видим, длинная, полноразмерная. Вот. Стреляет она очень качественно, как и все винтовки Air Arms. Вот. Соответственно, она для левши. Я не левша, но к этой винтовке я бы привык очень быстро, очень качественно сделка наложит. Из минусов, что я могу ответить? А ничего. Я их как бы не вижу. Единственное, мне больше нравится пистолетная рукоять, но это каждому своё. Если сравнивать с предыдущими моделями 400-410 Air Arms, то есть у нас доработан, соответственно, пиатлонный взвод. Теперь он на подшипниках ходит. Вот. И идёт новая соосность. Уменьшает давление на ствольную коробку. Вот. Также тут, если вы вдруг забыли, зарядили вы или нет, если вы повернёте рычаг, то барабан не провернётся, если там осталась пуля внутри. Вот. Тоже очень удобно. У других винтовок я этого, честно говоря, не замечал. Здесь мы вытащим барабан. Вот такой вот он. Тоже достаточно интересный. В пластиковом корпусе внутри он алюминиевый. Вмещается 10, соответственно, камер. Это калибр 5,5. Вот. Есть ещё 4,5. И вроде как встречается 6,35 калибре. Это винтовка. Но сейчас мы барабан зарядим и попробуем пострелять. У нас там почти максимальная мощность выставлена. Пульки 1,3 г. Хорошие пули чешские GSB. Очень стабильные. Можно ещё использовать по моему совету 1,175 г. Вот. Тоже очень хорошие. И обязательно джамбо с круглой головой. Потому что с острой. Как мне кажется, менее стабильные. А по скорости вы, в принципе, ничего не потеряете, используя круглую голову. Разницы огромные там нет. Да и нужна эта скорость кому, если винтовка не точно стреляет. Сейчас мы зарядим здесь всё просто. Уберём, соответственно, пульки. Просто их вставляем. Вот у нас последняя осталась. Вот, в принципе, всё готово. Никаких здесь меточек нету. Кроме одной. Вот красненькая меточка. По ней можно определять, сколько у вас пуль осталось, не вынимая барабанчик. Всё очень мягенько. Всё соосно. Просто шикарно. Даже любой новичок спокойно разберётся. А теперь мы выстрелим в хронограф, посмотрим скорость. Напоминаю, калибр 5,5 и вес пули 1 грамм и 30 десятых. Ну, в принципе, вот у нас всё заряжено уже. Мощность практически на максимум выстрелена. Никаких доработок. Винтовка из коробки. Так, что у нас получилось. 283 метра в секунду. Ну, как у вайроуха сотого, 5,5 калибре. Кстати, винтовка тихо довольно стреляет, что очень, в принципе, интересно. Хотя здесь нет модератора, но ствол, выполнен в такой камере, возможно, она как раз и глушит всё это дело. В общем, армсы надо брать в охотника. Армсы крутые винтовки.